Всем привет! Вы на Техноарене. В этом топе я хочу показать семерку лучших недорогих смартфонов с модулем NFC. Каждый из них имеет свои особенные преимущества, про которые я обязательно расскажу. Поэтому не торопитесь с перемотками и смотрите внимательно. Перечислять телефоны буду по популярности, а их текущие цены вы можете уточнить по ссылкам в описании. Друзья, вначале маленькое напоминание. Техноарена регулярно публикует эксклюзивные рейтинги и сравнения на мобильную тематику. У нас море полезной информации, пожалуйста подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Также ставьте лайки и присоединяйтесь к общению в комментариях. Ладно, возвращаюсь к топу. Galaxy A12 оснащен обычным жидкокристаллическим дисплеем. Сейчас это редкость, поскольку многие компании переходят на AMOLED, которые постепенно становятся нормой даже в бюджетном классе. Экран большой, диагональ 6,5 дюймов, но разрешение жиденькое, всего 720 на 1600 пикселей. Вычислительной деятельностью занимается процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Достойный чип в своей ценовой категории. Производительный и энергоэффективный тянет любые современные игры. На камерах Samsung не экономил, сзади у Galaxy A12 установлено сразу 4 сенсора. Главную камеру на 48 мегапикселей дополняют сверхширик на 5 мегапикселей и пара модулей по 2 мегапикселя специально для съемки макро и портретов. Разрешение селфи камеры составляет 8 мегапикселей, качество видеосъемки ограничивается форматом Full HD 30 кадров в секунду. Также важно, что Samsung позаботился об автономности. С внушительной батареей на 5000 мАч можно рассчитывать на 2 полных дня умеренной эксплуатации телефона. Блок питания в комплекте имеет неплохую мощность в 15 Вт. Добавьте к этому аудиоразъем, слот под карту памяти, NFC для бесконтактных платежей, быстрый сканер отпечатков в кнопке питания и идеальный бюджетник готов. Массой преимуществ над Galaxy A12 обладает смартфон Vivo Y31. Во-первых, у него крупнее экран, диагональ 6,58 дюйма. Но суть в том, что Vivo компактнее по всем пунктам. Он легче на 17 граммов, тоньше, рамки экрана более узкие. Разрешение уже адекватное, Full HD. Матрица достаточно яркая и охватывает спектр цветов DCI-P3. Присутствует защитное стекло Panda Glass. Дизайн корпуса, кстати, тоже очень красивый. Из набора камер пропал сверхширик, однако остальные модули те же самые. Фронталка на 8 Мп и главная камера на 48, плюс вспомогательные сенсоры по 2 Мп. При съемке Vivo позволяет управлять глубиной резкости. Ночной режим работает отлично, без помех и с астрономической выдержкой до 32 секунд. Еще у Vivo Y31 чуть получше зарядка на 18 Вт. С завода прошит 11-й Android. Фирменный интерфейс Funtouch свободен от рекламы и программного хлама. Лишний софт можно удалить или отключить. Wi-Fi видит диапазон 5 ГГц. Голосовая связь качественная и стабильная, с безупречным шумоподавлением. Есть функция записи звонков, ну и наконец процессор. В его предлагает солидный Snapdragon 662. Это шустрый чип, он не лагает, не греется. И в любом случае Qualcomm популярнее, чем Mediatek. Самым дешевым телефоном с NFC в нашей подборке является Realme C21Y. Учтите, что NFC установлен только в российской версии C21Y. Не покупайте глобалку или другие версии. Для корректной привязки карт Мир желательно скачать отечественное приложение Мирпэй. Тогда все будет по фэншую. Батарея тут на 5000 мА. Памяти навалом 4х64 ГБ. Благодаря маломощному процессору на 1.8 ГГц и экрану со средним HD разрешением, бюджетник Realme демонстрирует великолепную автономность. Сутки при воспроизведении видео и 8-11 часов в играх. Нереально живучий. При типичном использовании Realme C21Y уверенно доживает до конца вторых суток. И к тому же поддерживает реверсивную зарядку. Правда сам заряжается медленно, потребляет максимум 10 Вт. Да еще и разъем microUSB. Динамик одинарный, разумеется, хотя звучит громко и объемно. Процессор довольно слабенький, но игровой. На низкой графике даже PUBG не тормозит. Быстродействие Unisoco, честно говоря, приятно удивило. Не троттлит, не глючит, мгновенно открывает программы. Обеспечивает хорошую плавность системного интерфейса Realme UI, который базируется на 11-м андроиде. Один из самых крутых бюджетников с NFC – это стандартный Poco M3 Pro без 5G. Он укомплектован суперскоростной памятью, оператива LPDDR4X и накопитель формата UFS 2.2. Объем составляет 4,64 ГБ соответственно. А в настоящую ракету Poco превращается за счет процессора Dimensity 700. Это замечательный 7-нанометровый чип флагманского уровня с геймерской двухъядерной встройкой Mali-G57, которая работает на частоте до 950 МГц. В играх FPS может не очень высокий, около 30-40 кадров в секунду, но графоний впечатляет. Картинка получается натуральная и красочная. Тем более, что экран Full HD с четырехступенчатой разверткой от 30 до 90 Гц. Матрица IPS без шима, автояркость регулируется идеально, так как у Poco M3 Pro сразу два датчика освещения со стороны экрана и сзади в блоке камер. Основная камера на 48 МП, и хочу отметить, что она просто шикарно стабилизирует видео. В том числе при сильном цифровом увеличении кадр не трясется. Причем электростап отключаемый, без него значительно расширяется угол обзора. Ну и дизайну Poco на 5 с плюсом, телефон выглядит дорого-богато. Самым топовым смартфоном бюджетного класса я бы назвал Redmi 10, обычный Redmi Note. Это сказочный аппарат, в котором есть абсолютно все, что нужно. Многофункциональный NFC, стереодинамики, традиционное FM-радио, инфракрасный порт для управления техникой, аудиоразъем 3,5 мм, слот под карту памяти, экран с адаптивной разверткой от 45 до 90 Гц и емкий аккумулятор с поддержкой отдачи заряда на мощности до 9 Вт. В общем, Redmi 10 нафарширован по полной. Лучшая мобила за свои деньги. Телефон оснащен тремя рабочими камерами, главная на 50 Мп с шустрым автофокусом, нормальный четкий сверхширик на 8 Мп и аналогичная 8 Мп фронталка с панорамным режимом. Позволяет захватить в кадр чуть больше объектов на заднем плане. Процессор Helio G88 без проблем тащит сложнейшие игры. Genshin на минималках летает. В комплекте прилагается блок питания на 22,5 Вт и хороший силиконовый чехол с заглушкой, чтобы не засорялся разъем зарядки. Эта затычка не для влагозащиты, как некоторые путают. Весит Redmi 10 всего 181 грамм, рука от него совсем не устает. Очень интересным недорогим смартфоном с NFC является Oppo A54, версия с 4G. Он отличается стильным корпусом, который эффектно переливается на свету. Корпус не только красивый, но и защищен от брызг по стандарту IPX4. Довольно редкое свойство для телефонов до 15 тысяч рублей. Другое достоинство Oppo A54 это крутая фронтальная камера на 16 мегапикселей. Тоже считай роскошь за такие деньги. Ближайшие конкуренты стоят тысяч на пять дороже. Модуль Bluetooth понимает меломанские кодеки APTX и LDAC, поэтому можно с удовольствием пользоваться беспроводными наушниками. Сканер отпечатков в кнопке питания срабатывает моментально, без малейшей задержки. Кстати, советую добавить несколько пальцев, чтобы разблокировать смарт любой рукой и из любого положения. А вот параметры экрана вызывают вопросы. HD, 60 герц? В смысле? Конечно, телефон дешевый, но просто напомню, что в 2020 году вышли Oppo A52 с Full HD и 90 герцевый Oppo A53. Что вдруг случилось-то? Ладно, не гадайте. Oppo A54 5G случился, там все апгрейды. Не менее потрясные характеристики предлагает легендарная Nokia. Ее бюджетник впечатляет полноценным набором камер, огромным запасом памяти и чистым андроидом без лишнего тюнинга. Но в первую очередь Nokia 5.4 цепляет своим оригинальным дизайном. Смартфон уникален по внешнему виду, обладает неповторимым имиджем. И любопытно, что он вовсе не страдает гигантизмом. Самый легкий и компактный в этой подборке. Размер экрана 6,39 дюйма. Матрица натурально передает цвета, яркость комнатного уровня. Разрешение HD, однако четкости хватает для повседневной эксплуатации и параллельно это выручает в играх. Облегчается нагрузка на графический процессор. В геймерском режиме Nokia 5.4 садится за 6 часов. До 50% батарея заряжается за 50 минут. Телефон получит два крупных системных обновления. С сентября уже доступна обнова на 11-й андроид. И потом еще должен прилететь 12-й. Память с 4 на 128 гигабайт. Основные камеры на 48 и 16 мегапикселей. Искусственные улучшайзеры лица в штатном приложении камеры отсутствуют. Видео записывается со стереозвуком. Как вам эти смартфоны, друзья? Напишите в комментариях, какой из них больше понравился. Если вас заинтересовала определенная модель, пожалуйста, уточняйте ее стоимость по ссылкам в описании. Для удобства я рекомендую несколько авторитетных торговых площадок. Ищите, где цена выгоднее в данный момент. Надеюсь, рейтинг оказался полезным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь и бейте в колокол, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео. Техноарена еженедельно публикует эксклюзивные топы и сравнения на мобильную тематику. Следите за уведомлением. Всем спасибо за просмотр. Желаю удачных покупок и хорошего настроения.